В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». В студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. В Усть-Джигуте введена в эксплуатацию малая гидроэлектростанция. В торжественной церемонии пуска приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов и первый заместитель генерального директора ПАО «Русгидро» Андрей Казаченков. Это уже второй завершенный инвестпроект по строительству объекта генерации на основе возобновляемых источников энергии. С подробностями Мурат Джанкёзов. Пуск Усть-Джигутинская малая ГЭС – это еще один этап в работе «Русгидро» по развитию гидроэнергетики в Карачаево-Черкесии. Это уже третий энергообъект, построенный в регионе за последние годы. Новые гидроэлектростанции обеспечат стабильную выработку чистой электроэнергии и снизят энергодефицит республики. Среднегодовая выработка электроэнергии составит более 25 миллионов киловатт. Уже построенные и вновь возводимые гидроэлектростанции создают в республике новые рабочие места и обеспечивают налоговые поступления. У нас потенциал еще в два раза больше, чем мы сегодня уже произвели. То есть мы в таком развитии и, надеюсь, в программе «Русгидро» и Министерства энергетики Российской Федерации мы будем находиться и еще не одну такую станцию откроем. Мы понимаем, что это дорога с двусторонним движением, и она выгодна и для республики, и для компаний «Русгидро». Ну и в целом, конечно, для энергообеспечения нашей страны. Для создания напора воды на турбинах станция использует плотину Большого Ставропольского канала. Уст-Джигутинская МГЭС использует воду, которая раньше в холостую пропускалась через водосброс. Такое конструктивное решение позволило снизить затраты на строительство и повысить эффективность. У нас есть планы по дальнейшему развитию малой гидрогенерации в регионе. Для нас это приоритетные проекты. Мы вместе с вами, вместе с населением республики, с властями, с партнерами работаем, чтобы сделать энергетику республики надежной, экологичной и доступной людям. Уст-Джигутинская МГЭС отвечает самым высоким экологическим требованиям. Негативное воздействие на окружающую среду практически отсутствует, а водный режим ниже по течению не изменяется. В гидротурбинах станции на водоприемнике смонтированы рыбозащитные устройства. Применены самые современные рыбозащитные сооружения со стороны Большого Ставропольского канала, которые позволят обеспечить защиту для местных пород рыб. И здесь используется минимум смазочных материалов, что исключает попадание этих загрязняющих веществ и воды Большого Ставропольского канала, и в реку Кубай. Сооружение Уст-Джигутинской МГЭС включает в себя водоприемник и два турбинных водовода. В здании ГЭС размещены два гидроагрегата вертикальной компоновки, каждый из которых состоит из гидротурбины и гидрогенератора. Особенностью станции является отсутствие силовых трансформаторов. Это означает то, что электроэнергия выдаётся в общую энергосистему по двум линиям электропередачи. Общая мощность расположенных в республике гидроэлектростанций теперь составляет более 306 мегаватт. Мурат Женкьюзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Он прошёл по служебной лестнице все ступени. От простого рабочего на горнорудном комбинате до высоких государственных постов. Снискал уважение среди коллег и стал легендой на Кавказе. Он умел держать слово, работать на благо страны, мысли как настоящий государственник. Ежегодно осенью в Карачаевой Черкесии жители республики вспоминают своего выдающегося земляка Назира Хизировича Хапсирокова. В памяти о Назире Хизировиче наша съемочная группа подготовила специальный репортаж. Смотрите подробности. Каждый день я иду на работу и здороваю с вами, Назир Хизирович. Не знаю, слышите вы меня или нет, но я точно знаю, что мой ребёнок, которого я вожу в садик, находящийся за вашим памятником, видит, как я отношусь к памяти о вас и здоровается вместе со мной. Так я стараюсь сохранить в своём сердце и в сердце следующих поколений историю о выдающемся представителе нашего прекрасного черкесского народа, его добрых делах и жизненному пути, которые вы прошли с честью и достоинством. Так получилось, что осенью он пришёл на этот свет, и спустя 59 лет, осенью 2011 года, простился с этим миром. Тяжело осознавать утрату человека, который умел дружить и высоко ценил в людях искренность. А по-другому он и не мог. Воспитанный в интеллигентной семье Хизира Хадюбекера Чахапсирокова, основоположника черкесского литературоведения, и Екатерины Мухаджировны, Назир Хапсироков стал примером носителя неписанного свода законов Адгахабза, или, как его ещё называют, кодекса чести. Добившись больших высот в политике, переехав в столицу, он не забывал о тех, кто остался на малой родине. Друг семьи Валентина Патова поделилась с нами своими воспоминаниями о Назире Хизировиче. Действительно, это выдающийся государственный политический деятель, это всем известно. Но я с Назиром знакома с 87-го года, комбинат Южный он строил, я работала, поэтому мы дружили очень давно. Ну, это человек великой души, великой щедрости души. Он мог всегда прийти к тебе, ну, я не знаю, как это он-то чувствовал, да, но когда вот человеку плохо, не знаю, там, друзьям, не друзьям, он всегда был рядом, он всегда всем помогал. Он мне запомнился очень добрым, очень тёплым, очень умным, высокообразованным, грамотным, любящим свою семью, своих родителей, своих детей, своих друзей, многочисленных друзей. И я помню, когда кто-то на похоронах Назира поступал и сказал, что когда, говорит, я спросила Назира, Назира, а кто друг, друг вот настоящий, он, говорит, сказал, говорит, друг тот, который к тебе придёт на похороны. Вот, поэтому мы все знаем, да, но он был, ну, юмора у него было с утра до вечера. Я не знаю, откуда он брал это, где он, но он же был очень начитанный. Находясь на государственной службе сначала в прокуратуре Российской Федерации, а позже и в администрации президента России, Назир Хизирович проявил себя как настоящий профессионал, работавший во имя укрепления добрососедских отношений между народами, населяющими нашу страну. Заслуги Назира Хизировича отмечены на самом высоком уровне. Большое внимание он уделял инфраструктурным преобразованиям. Для него важно было помочь как обществу, создавая для него комфортную среду, так и конкретному человеку, вспоминает доктор медицинских наук, известный в России пульмонолог, близко друживший с Назиром Хапсироковым Борис Дауров. Могу сказать, как врач, о его такой доброте человеческой. Один наш земляк тяжело заболел. Молодой, очень талантливый парень, закончив первый курс Астраханского мединститута, тяжело заболел. И он, узнав об этом, сам обратился ко мне и сказал, в чем он нуждается, чем помочь ему. Устроил его в самую лучшую клинику, помог материально семье. Таких случаев не перечесть. Это был гуманист, добрейший человек. Для него не существовало национальных, конфессиональных различий. Он высоко оценил культуру. Я хорошо помню, как он цитировал Пушкина наизусть, Расула Гамзатова, Низами, любил классическую литературу Чехова, Маркиса он цитировал, блестящее. Не говоря о других регионах Северного Кавказа, где благодаря помощи Назира Хабсирокова были отреставрированы и вновь отстроены множество объектов, примером его создательного труда служит родной аул Хабес. При непосредственной финансовой поддержке Назира Хабсирокова районный центр получил современное ночное освещение, которого просто не было. Отстроен самотечный водовод, благодаря которому люди могут получать чистую воду. Кто посещал Хабес, наверняка видели и парк отдыха, в котором дети со своими родителями проводят свободное время. Для культурно-массовых мероприятий, проходящих в районе на средства Назира Хизировича, отреставрирован и оснащен современным оборудованием дом культуры. Аналогов нет в республике и сегодня. Все это им делалось для укрепления семьи, развития культуры в сознании будущих поколений, которые должны достойно жить в нашей общей стране. Большое внимание он уделял воспитанию детей, как чужих, так и своих. Хотя для Назира Хизировича чужих детей просто не было. Семья для него была, ну как вот, что родители, что семья, что его дети, супруга Замирана Розановна. Все они были для него, это что-то, ну, он мог находиться где угодно, но он в день мог звонить там бесконечное количество раз и контролировать, где дети, кто что, кто делает, как учатся там. Ну, его работа же такая была, да, такая вот, ну, когда человек в политике пашет 24 часа. Но всегда это было все под контролем. И сегодня его дети, вот, которые выросли, которых мы знаем, прекрасные, прекрасные ребята, прекрасные, это все, вот, он рядом с собой их держал, он показывал им эту жизнь, он им рассказывал эту жизнь, он говорил, где зло, где хорошо. То есть я считаю, что сегодня его сыновья, вот, именно, вот, представляют Назира, вот так, как он хотел. Я думаю, он бы сегодня был бы очень доволен, как вот растут его дети и его внуки, и вообще его, вот, семья, как существует сегодня, он был очень доволен, зная Назира. Сопереживание к человеческим проблемам и принятие участия в решении этих проблем бесспорно было одним из качеств Назира Хизировича, которые отличали его от многих современных политиков и бизнесменов, взлетевших до небес и забывших, что возвращение на Землю к людям неизбежно. А здесь, на Земле, обычные люди встречают только по делам. Назир Хизирович прекрасно понимал этот закон и не отрывался от Земли. Удивительно и то, что эти качества, чувства сопереживания и поддержки он смог передать своим детям, Мурату и Умару Хапсирокову. В разгар пандемии ими оказана помощь в приобретении лекарственных препаратов для амбулаторного лечения более полутора тысяч больных COVID-19. Около шести тысяч комплектов средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. Стационарные спирографы, пикфлоуметры, сотни медицинских штативов и больничных кроватей были распределены между COVID-госпиталями, расположенными в Черкесской городской больнице, Хабесской и Усть-Джигутинской ЦРБ. Все эти добрые дела Мурата и Умара Хапсироковых – несомненно, заслуга воспитания и большой любви Назира Хизировича к своей стране, республике и народам, которые ее населяют. Ашамес Пхешхов, Руслан Харченко, Роберт Джигутанов, Расул Бердиев. Вести. Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Руслан Харченко. Руслан Харченко. Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту. Доброе утро, сынок. Ты не забыл зубы почистить? Не забыл, что сегодня на тренировку. Так где моя спортивная сумка? А кровать заправил? И не забудь поздравить. И не забудь поздравить. И не забудь поздравить. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. За платить налоги. Сегодня гость программы заместитель министра внутренних дел Карачаева-Черкесии Александр Середа. С ним беседует Мадина Каракетова. Доброе утро, Александр Григорьевич. Доброе утро. Поздравляю вас с прошедшим профессиональным праздником. В 1715 году государь российский Петр I перед службой вашей поставил четкую и лаконичную задачу честь служения Отечеству. Скажите, этот девиз до сих пор актуален или все-таки внесли какие-то коррективы? Да, конечно, задача наша охрана общественного порядка, обеспечение безопасности жителей республики, гостей. И остается неизменным, потому что какие бы, вот из опыта службы вижу, что какие бы условия социальные не были вокруг общественно-политической ситуации, все-таки по большинству своему работа держится именно на вот тех моральных принципах, которые существуют. То есть большинство сотрудников все-таки люди, пришедшие к нам в органы по призванию. И для них, конечно, в первую очередь все-таки выполнение своих задач с честью, достоинством, быть беспристрастным, несмотря ни на что, потому что эмоций много, но как раз задача сотрудника быть выше вот этих всех эмоций и проблем и давать оценку в соответствии с текущим законодательством, тому или иному деянию. Традиционно полицейские отмечают профессиональный праздник с большим размахом, с праздничным концертом, с награждениями, с вручениями подарков, даже ключи от квартир были времена вручали. А в этом году ковид внес свои коррективы не только в вашу службу, в жизнь вашей службы, но и в жизнь всей планеты. Скажите, как в этом году вы отметили, как отпраздновали? Прежде всего поощрили сотрудников, которые отличились в службе. Это и руководство МВД России поздравило, и руководство Министерства Нужных дел по Крачево-Черкесской республике. Правительство Крачево-Черкесии, глава, поздравили наш коллектив с праздником. Не было очных мероприятий, тем не менее, в режиме ВКС мероприятия прошли, максимально с соблюдением требований санитарных норм. Тем не менее, я думаю, после работы многие ребята в семьях, в небольших коллективах, конечно, могли поднять и бокалы. Концерт единственное будет по первому каналу. Воскресенье не отменялся, он состоится. Поэтому, к сожалению, вот в таком режиме. Парсиональный праздник – это не только праздничный день, но и своего рода подведение промежуточных итогов работы. Скажите, с какими результатами вы подошли к 9 месяцам? Здесь хочется отметить, что по итогам 9 месяцев Министерства Нужных дел по Крачево-Черкесской республике занимает 7 место по России по эффективности деятельности. То есть, у нас есть своеобразная внутренняя оценка, когда по тем результатам работы, то ли по выявлению преступлений, по раскрытию преступлений, по профилактике, по качеству работы над материалами выставляется такая своеобразная оценка эффективности работы. Поэтому мы, могу с радостью отметить, что на 7 месте мы по России по этой оценке. Работа все-таки делается качественной. Судя по тем цифрам, что у нас есть по 9 месяцам, роста преступности не допущено. Есть по отдельным направлениям, но раскрываемость у нас в пределах 76% раскрываемого преступления. Зарегистрировано где-то порядка 3000, точная цифра могу сказать, 34622 преступления. Это на 5% больше, чем в прошлом году, но мы посмотрели анализ, что на это повлияло, на вот этот небольшой рост зарегистрированных преступлений. Это все-таки у нас идет рост уголовных дел в отношении лиц, повторно управлявших автотранспортом в состоянии опьянения. Где-то на 73% этот рост произошел, порядка 370 граждан привлечено к этой уголовной ответственности. Рост дали также наркопреступления, так как и сбыт, так и потребление наркотиков тоже они повлияли. Ну и в сфере миграции тоже небольшой прирост, потому что я думаю, все-таки связано с тем, что все-таки по коронавирусу мы больше контролировали соблюдение порядка, безопасности и больше было возможности зайти по адресам, где мы вот такие нарушения выявили. Александр Григорьевич, а COVID-19 он как-то повлиял на качество работы ваших сотрудников, вашего ведомства? Я бы не сказал, что повлияло на качество, потому что мы, конечно же, в своей работе руководствуемся и законодательством, мы находимся на контроле и у общественности, и у прокуратуры республики. Да, работа увеличилась, особенно когда началась пандемия. Конечно же, первая задача была сохранить здоровье сотрудников, чтобы мы могли реагировать на изменения той или иной ситуации, выполнять решения оперативного штаба нашего по COVID. Ну и, конечно, добавилось по линии административного производства работа, это у нас по статье 20.61, было составлено с начала пандемии где-то около 5000 таких протоколов в отношении граждан. Намного меньше по статье 6.3 административного кодекса Российской Федерации. Это вот когда есть предписание Роспотребнадзора и не соблюдает самоизоляцию или лечение, тогда мы реагируем. Ну, к счастью, наши граждане законопослушные, и если уже было предписание на руках, как правило, это все соблюдается. Но мы контролируем за этим направлением. Таких протоколов было 150 вот с начала года составлено. Это единицы, конечно. Ну и были составлены три статьи по три административных протокола по нарушению статьи 13.15. Это пресловутые фейки, когда человек, не понимая ситуацию, не владея той цифрой официальной, когда есть, начинает распространять сети и сеять панику. Конечно, мы тоже на это реагируем. Вот таких мало фактов выявлено, но они были. А насколько сами сотрудники защищены от пандемии? Для нас, конечно, самоизоляция зачастую строго идет по тем нормативам, которые существуют, потому что мы не можем себе позволить лишнее терять личный состав. И максимально делаем то, чтобы они были обезопасены. И средства дуальной защиты выделяем своевременно, и средства дезинфекции. Александр Григорьевич, у вас огромный коллектив, он многонациональный. И скажите, пожалуйста, возникают какие-то межнациональные конфликты среди сотрудников? И если да, то как это все регулируется? Таких вопросов не возникает, потому что... Наоборот, следим за тем, чтобы в обществе такого не было. Культура, образование сотрудников позволяет все-таки быть выше вот этих моментов, потому что мы выходим на ту же какую-то проблему, сталкиваемся. Она возникает везде, в зависимости от того, где человек живет, в селе, в городе, какой национальности, какой социальной группы. К сожалению, беда приходит ко всем одинаково, и мы подходим с тем профессионализмом к рассмотрению тех или иных вопросов. Я думаю, национализм как раз будет мешать в этой работе. И мы, во всяком случае, проводим и морально-психологическую подготовку, где доводим до личного состава те требования, которые к ним предъявляются по этому. Да и человек такой в коллективе не уживется. У нас есть возможность прекрасная, когда мусульмане с православными, наши основные конфессии, когда мы можем поделиться, сказать, что у нас, что у вас, как вот та ситуация регулируется по законам шариата, как это регулируется по православным обычаям. Но опять-таки, это все-таки более такая личная сфера. Конечно, нас это по большому счету, я знаю, вижу, что все-таки нас обогащает. Александр Григорьевич, помимо основной работы по охране общественного порядка, по обеспечению безопасности граждан, ваше ведомство, Министерство внутренних дел, занимается еще огромной работой по профилактике преступлений среди молодежи, воспитательной работой. Я знаю, что вам в этом помогают активные общественные организации, есть Совет ветеранов, есть Общественный совет МВД. Я знаю, что огромная поддержка оказывается семьям погибших сотрудников. Скажите, как налажена эта работа? Ветераны помогают в работе именно в социальной, с самими ветеранами прежде всего. Затем, зачастую у нас работают ветераны, помогают работать с подрастающим поколением. Знаете, опять-таки, занимаются воспитанием и молодых сотрудников, помогают, подсказывают, передают те традиции, которые издавна у нас существуют, объясняют, что-то вспоминают, какие-то моменты по работе бывают иногда. Нужно принять решение рядом с законом, возможно, но с пониманием глубины приходится, вот обращаемся за Советом, помогают нам, объясняют. И вот та активность, которая у них есть, конечно, она помощь все-таки и для нас, и для подрастающих поколений. Ну и все-таки, это та огромная работа в профилактике правонарушений и воспитании патриотизма у нашей молодежи, что вот как раз, я думаю, нулевые показали, что вот этого нам не хватило. Ну вот этот наш инструмент, наши ветераны, они нам действительно помогают в работе. Что говоря о вдовах наших погибших сотрудников, о родственниках, о родителях, детях, мы, конечно, никогда не оставляем их в стороне, занимаемся постоянно, работая с ними, как социальные, помогаем в жизни. Обязательно на праздник мы вспоминаем семьи, если есть возможность в подарке или в денежном выражении. И в этом году мы отметили все семьи, насколько мы смогли, благодаря и нашему попечительскому совету, помочь вдовам и членам погибших, членам семьи погибших сотрудников. Ну и зачастую мы решаем вопросы поступления детей в вузы, как ведомственные, ну и если есть возможность, конечно же, обращаемся так, чтобы помогли нам поступления этих детей в вузы, не нашего ведомства. Александр Григорьевич, спасибо, что этим воскресным утром, несмотря на выходной день, вы были с нами, с нашими телезрителями, и еще раз вас с профессиональным праздником, вас и ваш коллектив. Спасибо, спасибо большое, всего доброго. Новобранцы готовятся пополнить ряды вооруженных сил России. В Карачаево-Черкесии продолжается осенний призыв. Как в период пандемии проходит призывная комиссия, и сколько призывников от нашей республики до конца декабря отправятся в воинские части страны. Из Усть-Жгутинского района репортаж Светланы Шагановой. Зашуршала листва, наступила золотая осень, а вместе с ней начался осенний призыв в армию. До конца этого года на военную службу будут призваны 128 тысяч человек со всех 85 субъектов России. Руслан Тимиров к военной службе готов. Скоро отправка. Примером для Руслана всегда был и есть его отец, который служил в МФ. И сын мечтал об армии с детства. И вот этот день настал. Желание Руслана попасть в воздушно-десантные войска. Очень мечтаю прыгнуть с парашюта. До этого никогда ни разу не прыгал с парашюта. Вот. Всегда мечтал попасть в ВДВ. Потому что для юного человека, для юного гражданина 18 лет я считаю, что он обязан отслужить в армии даже для характера мужского. А после службы в армии Руслан Тимиров хочет работать в силовых структурах. Как и многие другие молодые ребята, которые уже сейчас задумываются о достойной заработной плате и спешат пройти медкомиссию. Но не все получают категорию годность. Выявляется все больше патологий. Больше патология желточно-кишечного тракта. Это, соответственно, неправильный образ жизни, неправильное питание. Гастриты, плоскостопия, урологическая патология часто встречается, мочекаменная болезнь. Все это нарушение обмена веществ. Как работает призывная комиссия в Ижиготинском районе, лично проконтролировал военный комиссар Карачаева-Черкесии Сергей Белобородов. При входе в комиссариат обязательное измерение температуры, сатурации и дезинфекция рук. А призывники сдают тесты на ковид в районных поликлиниках и приходят только с отрицательными результатами. Стоит отметить, что в этой призывной кампании нет ни одного заболевшего призывника и сотрудника военкомата. На сборных пунктах оборудована лаборатория, где делают экспресс-тесты. В специально обработанных автобусах либо отдельных вагонах новобранцев доставляют воинские части. Все призывники обеспечиваются масками и антисептиками. В дороге получают горячее питание, в пути с гражданскими лицами не контактируют. Приняты самые жесткие меры, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. В Карачаево-Черкесии у нас около 500 человек. Должно быть призвано осенью. Уже более 200 мы направили для прохождения воинской службы в воинские части. Поэтому кампания заканчивается у нас 30 декабря. До этого времени план будет выполнен на 100%. С каждым годом у клонистов становится все меньше, говорит военком. Да и для солдат созданы лучшие условия. Питание в виде шведского стола даже есть тихий час. А понятие дедовщина уже в прошлом. Лучше не уклоняться от мероприятий, связанных с призывом. Отслужить год. Тем более условия сейчас в вооруженных силах достаточно комфортные. Боевая подготовка, питание. Все позволяет, все условия созданы для того, чтобы молодой человек отдал свой долг в родине. Сейчас армия – это еще и возможность заработать. Многие выбирают службу по контракту. Более 80 призывников уже воспользовались этим правом. А кто выбирает военную службу и у кого уже есть семья и ребенок, то в отсутствии мужа супруга получает пособие от Министерства обороны 16 тысяч рублей в месяц. А у кого двое маленьких детей, еще дают и отсрочку. Есть такие, которые не хотят служить, но мне кажется, что большая часть все-таки в армию идут охотно. В Ужигутинском муниципальном районе ситуация, на наш взгляд, неплохая. Идет исполнение плана на 67% на сегодняшний день. Но до 1 декабря, я так думаю, что мы сможем выполнить 100% этот план. В Ужигутинском районе уже стартовала традиционная патриотическая акция «День призывника». В онлайн-режиме школьникам и их родителям рассказывают об армейских буднях, героических подвигах, о том, почему нужно служить в армии и почему служба это так почетно. И если раньше, через две зимы и через две весны, нужно было как следует отслужить и вернуться, то сейчас всего лишь одна зима и весна и дембель. И это не просто статус, а состояние души. Когда заканчивается срочная служба, и солдаты, словно вольные птицы, летят к себе домой. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Крачаева, Черкисия, Изучь Жигутинского района. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и до встречи. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Биберленд. Миру сыр. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Фонд Академия российского телевидения проводит финальные мероприятия 19-го всероссийского телевизионного конкурса ТЭПИ-регион Нальчик Церемония награждения финалистов конкурса Калуга Заключительный этап конкурса Церемония награждения победителей Подробности на сайте www.tepi.ru В связи с ремонтными работами в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 3 Покрачаево-Черкесии территории обслуживания Черкесск и Прикубанский район с 21 сентября стационарные номера телефонов не работают. Связаться с инспекцией можно по резервным номерам Код 8-878-2-2-0-4-88-2-0-5-77 Мобильный 8-988-912-29-78 О возобновлении работы стационарных телефонов будет сообщено дополнительно Приносим извинения за доставленные неудобства Субтитры создавал DimaTorzok